еще раз хочу поблагодарить всех тех кто донатит каждый раз или хотя бы через раз те кто ставит лайки распространяет ваше мнение нам очень важны ну и сегодняшняя тема она весьма любопытная многие из нас они знали но предпочитали молчать делали вид что ничего не происходит так вот значит начнем издалека как я люблю обычно это делает как вы думаете что делают нормальные страны чтобы обратить внимание к своей стране иностранцев и привлечь их к своему родному краю ну разумеется скажете вы рекламируют ее распространяют на электронных и печатных носителях сведения о стране и народе выставляются все лучшее свои достопримечательности которые могут заинтересовать иностранцев ну например россия россия бы украсила свои рекламные проспекты для туристов красной площадью и храмом василия блаженного разводными мостами санкт-петербурга и петергофом золотым кольцом россии волгой алтайскими пейзажами узбекистан бы щеголял площадью регистан самарканде красотами бухары армения предоставила бы древние храмы и монастыри гарниз вартноц крылья татэва горные горным озером севан коньяком грузия тоже там вином батумским пляжем средневековыми крепостями ну и так далее каждой стране есть что представить и азербайджану естественно есть например все то что было построено до прихода тюрок девичья башня храм огня тыжгях ну вы удивитесь тому как туризм тесто переплетается с психическим расстройством этой страны фобии в нашем случае армянофобии но как оказалось что за пределами азербайджана есть и свои распространители этой самой своей болезни эндемика это граждане азербайджана у которых есть высший образовольский они преподают в российских вузах а заодно и впихивают российским студентам армяно-ненавистничество вот вам пример на вид безобидная ханум я бы даже сказал ханум божий одуванчик ее знают как позитивного человека с улыбочкой на лице ханум такая какая надо ханум впрочем ее так и зовут лейла ханум гусенька зы исмаилова преподаватель азербайджанского языка и по совместительству алиевский антиармянский пропагандист среди российских студентов вот всю эту кучу она как раз таки распространяла у себя в вузе среди студентов вот эта вся куча сейчас лежит у меня на столе все что вы видите это из ее залежи из ее а полок сейчас это куча здесь не ее выслали куча лейлы ханум которая уже уволилась из рггу и других российских вузов а ее достояние повторюсь у меня на разбор мне выслали к ним мы сейчас вернемся только разбирать будем не сегодня я лишь пока ознакомлю что касается лейлы ханум исмаиловой то дама весьма несчастная учитывая что из-за сына попала в нелепое положение и сама стала жертвой алиевского режима например ее сын азербайджанский журналист нуриддин исмаилов совершил покушение на главу гянджи эльмара велиева из-за чего по звонку из баку в кремль мама журналиста была уволена из всех российских вузов с трудом удалось найти работу в са несколько часов преподавателем азербайджанского языка ну и дает еще частные уроки желающим о чем говорит ее страница ну скажем так все это ее личное дело у сына могут быть свои причины а маме нужно как-то выживать меня интересует другое как после всего этого ханум умудряется помимо всего прочего ввести и алиевскую антиармянскую пропаганду ведь как никто другой она должна была знать что режим болванит азербайджанский народ теперь о том что она распространяет вернемся к этой куче здесь рекламные проспекты журналы тут вот еще и диски имеются о гостеприимном азербайджане но парадокс парадокс в том что азербайджан настолько болен армянофобии что нет ни одного журнала об азербайджане где хотя бы одна из статей не была направлена против армян и я уж не говорю об армянах это же бог с ними здесь и вранья полно об историческом и духовном наследии азербайджана а некоторые журналы так и вовсе наполовину антиармянские настроены трудно представить армянские туристические журналы чтобы там вообще азербайджанцы упоминались да и вообще просто журналы чтобы упоминались азербайджанцы или грузинские чтобы упоминались осетины и абхазы какие они плохие или украинские чтобы русские упоминались я помню журнал такой выходил ереван называется на русском и на английском языках он был такой наполовину рекламные с достопримечательностями об армении и наполовину скажем так все чтивые то есть рассказами так вот за восемь лет пока выходил этот журнал я ни разу не прочитал что-либо об азербайджанцах я азербайджане это нормально ведь журнал об армении и армянах и он для армянской диаспоры и он для не армян живущих за пределами армении чтобы те почитав могли посетить армению и воочию ее увидеть что ж а вот азербайджанские откроем некоторые из них и посмотрим в одном из глав среди архитектур азербайджана вдруг ни с того ни с сего видим о переселении армян в азербайджан неужели туристов собирающихся ехать отдыхать в азербайджан интересуют армяне переселившиеся в азербайджан учитывая что они армян там и вовсе не встретят ни в баку нигде либо или еще в том же номере характеристика армян это вообще такая шовинистическая нацистская статья здесь рассказывается в духе этнопсихологии отрицательные качества армянского народа расы но это все как кажется автору самому чего может пригодиться туристу перед поездкой наверное в азербайджан видимо так в следующей главе рассказывается о кровожадности армян ну мало ли если с туристов что-то случится в азербайджане чтобы те заранее знали азербайджанцы тут совсем не виновны это все из-за коварных армян способных мимикрироваться под азербайджанцев в другом номере материал для русскоязычных туристов из израиля где они при посещении азербайджана могут узнать доселе неведанные евреем вещи статья так и называется дашнакская рука в истреблении евреев например автор пишет мало кому известно о роли армянских националистов в истреблении евреев в период существования азербайджанской демократической республики 1918-20 годы иначе говоря евреем знающим свою историю и записывающим свой каждый день неизвестно ничего об армянах истреблявших евреев зато азербайджану это известно так что как говорится брухим обаим ли азербайджан за несколько шекелей узнаете еще об истории еврейского народа и таких идиотских статей в каждом выпуске для туристов и об армянских именах здесь говорится и о фамилиях и об армянах в целом которых завезли именно завезли на земли азербайджанские завезли словно это арбузы но в азербайджане популярнее слово завезли нежели переселили ведь завезли понятие из разряда базаров осталась еще книжка от лейлы ханум называется она русскому об азербайджане и азербайджансах вот теперь представьте если бы была книга русскому об армянах и армении глупые армяне написали бы о гайке и белле армянских царствах килики великой армении разделе армении между империями римской византийской арабском халифате персии османами и так до наших дней а вот умные азербайджанцы за неимением таковой глубины истории заказали книгу от как азербайджан оказался в составе российской империи до гейдара великого вот в книге четыре главы из них две об армянах автор книги александр горянин и александр севастьянов оба пенсионеры деньги из фонда гейдара алиева не помешают но любопытно другое один из них горянин постоянный эксперт вестника кавказа которым заправляют азербайджанцы этнические и платят горянину за публикации которые ему заказывал другой севастьянов так и вовсе националист и антисемит был сопредседателем национально-державной партии россии который минюст россии лишил полномочий в 2003 году прославился национализмом в середине двухтысячных организовал марши русских националистов одни только его публикации чего стоит взгляните время быть русским третья сила русский национализм на авансцене истории или вот россия для русских третья сила русский национализм на авансцене истории это видимо продолжение или вот русский национализм его друзья и враги или вот еще интересное чего от нас хотят евреи вот такие авторы пишут русскому об азербайджане и азербайджанцах вспомнилось выражение скажи кто твой друг и я скажу кто ты с одной стороны азербайджан рассказывает евреям небылицы об армянах с другой стороны у азербайджана лучшие друзья это антисемиты в лице подобных севастьяновых максима шевченко величка голицына проханова и прочей грязи ну и напоследок еще одна интересная вещь оставленная после лейлы ханум это карта карабаха ну на первый взгляд карта как карта как бы здесь указаны все все что и должно было указано быть на на этой карте территория нагорного карабаха только здесь не указаны сотни древнейших и средневековых армянских монастырей и храмов вот беда даже тех же албанских как любят говорить в азербайджане указаны лишь несколько минаретов периода карабахского ханства персидского этого периода и памятники баранам с намеком на то что здесь жили предки ну чьи понятно чьи не трудно догадаться ведь одни крест камни ваяют чтобы сказать о своем присутствии другие баранов чтобы заявить о своем присутствии одни по хачкарам себя узнают другие по овцам и с этим не поспоришь я же в заключении хочу напомнить зрителю что нам есть куда больше поведать о своем прошлом и уже третий год подряд впрочем смотрите сами зрители канала антитопор знают уже что на протяжении трех лет антитопор вас выпускает такие вот уникальные календари вокруг света армянского он был выпущен вот в 2019 году они закончились сразу же далее был календарь вокруг света армянского за двадцатый год прошлогодний будь он проклят и вот календарь за значит 21 год точно такой же вокруг света армянского ну кто не знает и кто еще не сталкивался с этими календарями я немного расскажу и покажу вот значит здесь на каждый день какие-либо события из армянской истории армянской культуры и так далее на каждый день круглый год то есть информация ни в коем образом не повторяется из года в год и все эти календари если удастся собрать это будет такая мощная интересная энциклопедия виде такого дайджеста ежегодника но к сожалению первые два номера еще не успели многие приобрести их к сожалению уже нет еще расскажу но за 21 год вы уже можете приобрести кстати их осталось совсем немного всего 80 штук и если вы желаете их приобрести показываю вот под этим экраном есть стрелочка нажмите на нее там значит имеется ссылка написано календарь и ссылочка зайдите на эту ссылку заполните там купон ознакомьтесь с информацией как заказать календарь вот там все написано четко затем заполните купон прикрепите чек и написано куда это все отправлять если вы чего-то не поняли значит пишите на мою электронную почту я вам все расскажу это адрес моей электронной почты находится там же где и ссылочка как заказать этот календарь